Это просто был ад. Я не знаю, как это объяснить. Эти крики моих детей до сих пор у меня в ушах стоят. До сих пор. Я никогда не прощу им каждую пулю, которую они выстрелили в нас. Продолжение следует... На седьмой день моя дочка попала под обстрел. Это жесть. Я это просто врагу не пожелаю. И, честно, я не знаю, как я смогу дальше жить и это простить. Это просто, это жесть. Это просто нас ангел-хранитель спас. Слева, 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 слева. А мы уже идем на всякие случаи. А еще нам на курточку нам. Страшно, как, конечно, пиздец. Вот она. А мы тут с ружьями. А только что было два выстрела мощных таких взрыва, короче. И десь на Киев, короче, они полетели. Но мы тут, біля Киева, прямо под Киевом. Не знаю, что это будет. Дай Бог пережить всю эту ночь. Но что я вам могу сказать? Не бойтесь, ничего. В нашем доме, именно где мы были на дачном участке, было 16 человек. Из них семеро были дети. 28 числа на наш участок, где мы были, в 30 метрах от дома упала какая-то авиабомба. Дом трясся, как карточный дом. И нас спасло только то, что мы на этот момент все были в подвале. И мы на утро, в ужасе от этого всего, мы поняли, что бомбят жестко. И мы решили выехать. Мы позвонили товарищу, который никогда нам не врал, и мы ему доверяли. Он уже был в Житомире на то время. Он сказал, что есть окно, именно сейчас, в это время, садитесь, срочно выезжайте, трасса пустая. Потому что если вы сейчас не уберетесь оттуда, будет жарко. Мы собрали все вещи, загрузились в машины, и нас было 4 машины. Два джипа и два легковых. Мы сидели в последней машине, это джип Прадо. И колонной выехали. Количество точное мы не рассмотрели, но то, что я четко увидел, это 4 огромных танка, которые переградили дорогу таким образом, что только на велосипеде, наверное, можно было только проехать. Мы сразу не знали, наши танки, не наши, короче. И припарковались, то есть, ну, немножко к обочине более прижались, ну, потому что страшно. И по первой машине начал вестись огонь. Наша машина в этот момент начала разворачиваться, мы увидели, что все начали разворачиваться. Была жесткая очередь и жесткие попадания. То есть, такое ощущение, как будто по машинам било кувалтами. Наш джип, который был четвертый в колонии, пуля прошила заднее стекло, через лобовое улетело. Влево, 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 влево. Меня черкнуло, постригло. В машине с нами находилось трое детей в моей машине. Это две мои дочери и сын моего друга, который был за рулем. И его жена тоже, и моя жена. И мы завернули налево. Во второй машине, которая после нас ишла, в черном полу, сидела моя мама за рулем. Моя теща, тетя и еще одна тетя. Тетя, пуля попала в позвоночник и осколок попал в легкое. Моя мама перенесла три операции. На нее два прострелянных было плечо, сломана ключица. И в ногу ранение в икроножную мышцу. После таких ранений на старом корыте, на этой машине, которая еле-еле ездила, она развернулась и еще выехала почти полпути до нашего дома, проехала по лесу. Будучи уже очень сильно раненой. Продолжение следует... Самая большая пострадала первая машина, Форд. В ней было трое детей и двое взрослых. Двое подростков там, и один мальчик, ему три года. Они свернули направо, спрятались за остановку на машине. И по машине целенаправленно ввелся жесткий обстрел. То есть машина была разбита в решето просто. Как она там не сгорелась, ну вообще это вопрос. Они вылезли из машины, перебрались на обратную сторону и спрятались за колесо в районе двигателя. То есть это, я думаю, их спасло. Потому что машина большая, двигатель огромный и там металл такой крепкий. После чего они ползком на животах ползли в лес. И по ним стреляли рандомно. Был обстрел рандомный. Потому что не попали в них, но было жестко. Их достреливали. И ребенка, которому три года, просто родители по очереди передавали из рук в руки, чтобы его тащить. Потому что малыш был очень скованный, очень напуганный. И он даже звука не издал в этот момент. То есть молодец ему, за это респект. Но вы же понимаете, какая ситуация. И вот так ползком-ползком они по подозеро. И пешком дошли, позвонили нам на полпути, что они живы-здоровы. Потому что мы, когда приехали, мы думали, что они уже все, что они мертвы. После такого выжить почти это нереально. Серый Volkswagen нас обогнал, нашу машину. За рулем сидел муж, жена. И когда их обстреливали, ребенка спрятали вниз под двигателем. Женщина, единственное, что ей прошило, курточку. А мужчине пуля черкнула по голове. Голова вся была окровавленная. И он получил ранение в районе ребер. Она каждый раз говорила, мне так больно. Мне так больно. Дайте что-то, чтобы я умерла. Пожалуйста, добейте меня. Дом был отапливаемый только печкой на кухне. Очень тяжело было отопить подвал, в котором мы находились. В подвале на то время мы смотрели, температура была плюс 7. И не было никаких абсолютно условий вообще. Мы нашли пенопластовые ящики, ломали их, делали из них подстилку. И все одеяло, подушки, со всего дома, все, что было, мы стащили в подвал. По итогу это все сырело. И мы тупо спали на мокрых тряпках. В мокрых тряпках, в одежде, в бактинках. У меня жена почти не выходила из бункера все это время. Потому что у нее самая большая была риск. Потому что грудничок. У меня в этом подвале, где мы прятались, у доченьки отпал тупочек, чтобы вы понимали. Джип. Ось одна куля зашла в заднюю ляду. Мы тут поставили оргстекло, бо тут было уже разбито. Ось есть коцки від куль. Еще есть отвер в лобовому стекле, через який ось вылетела куля на зону. Мне было страшно, но я сохранял спокойствие. Почему? Потому что если бы мы, мужчины, там начали паниковать, мы бы не выжили. Потому что наши женщины тогда вообще в истериках были. И они видели, что мы холоднокровно, спокойно, все выполняем, всю работу делаем, добываем, договариваемся, звоним. Ось там колонна техники, действительно. Это наш оконченный путь и не вытворял. Ось, россияне, дякуймо вам за ваше вызволення. Не знаю, что бы я без вас робил. Ребята, которые за нами приехали, наши ребята, когда они увидели те условия, в которых мы жили, этот солдат с автоматом, он прослезился. Он прослезился, и я говорю, он не мог сдержать мать матюки, короче, от того, что натворили эти сволочи. Приехало, по-моему, пять или четыре машины вместе с ними и еще подмога. И он сказал, у вас полчаса, собирайте всех дачников, идите по домам, стучите в двери, уезжаем. Найдите белые мешки, навязывайте на окна, мы вас вывозим. И мне очень понравился один момент, который этот парень сказал, дай бог ему здоровья. Он сказал, женщины детей садим в одну машину по центру колонны. Я говорю, почему? И он громко говорит, потому что это единственная бронированная машина. А я смотрю, машина вообще не бронированная. И когда дверь он закрыл, и уже все в нее загрузились, он говорит, ты же понимаешь, зачем я это сказал. Я говорю, ну да, он говорит, чтобы успокоить ваших женщин, потому что все плакали, трустились. И после такого обстрела нам не хотелось вообще никуда выезжать, мы просто боялись. И он даже таким образом успокаивал наших женщин и детей, и нас забрали. Но по дороге мы собирали таких же, как и мы, в эту колонну, грузили в бусы людей, в селе Будовая еще тоже подбирали. Много раненых, много детей. То есть они не вывозили только нас, они вывозили вот сколько могли набить людей, вот они столько забирали. Это у тебя сумки? А, это обломки стекла с машины? Да. Жесть вообще. Моя первая дочка, которая 1,9, ну она очень сильно плакала. Мне, как отцу, тяжело это рассказывать, но я расскажу, потому что оно это важно. Она очень плакала, и впоследствии, после каждой бомбардировки, которую мы переживали, после даже вот громко дверь закрыли, моя дочка просто отключалась. Она теряла сознание и просто отрубалась на руках. Просто от страха. Вот такой защитный механизм у ребенка. Мне, как отцу, это пережить было просто ужас. Моя жена в огромнейшем шоке. Моя мама перенесла 3 операции, на данный момент она в порядке, в сознании, у нее, слава богу, все хорошо. Врачи работают, волонтеры помогают, и она уже пытается хоть как-то пытаться ходить, короче. Но боли жуткие. Тетя, сейчас она в коме, в медикаментозной коме. И я планирую тренировать наших новобранцев, учить их, как сражаться, как воевать, как действовать в ситуациях экстренных. Это, кстати, мне кажется, и помогло нам и там выжить. Сейчас буду ехать в Киев, становиться на учет и заниматься тем, чем должен заниматься на родине. Вот. В такое время. Мои родные за границей. И меня радует, что на голову им не падают бомбы. И это единственное, чем я себя успокаиваю по доске за ними. Вон, не ближай! Стань, не быстрее! Стань! Влива, 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 влива! Влива, влива! Влива, влива!